Дефицит в кадрах он всегда есть. У Ленизы Резвановой своя мебельная компания. Говорит, с каждым годом искать работников становится все труднее. Сегодня нехватка от менеджеров до слесарей. Руководитель уже давно живет по принципу спасения утопающих. Дело рук самих утопающих. Нужно уделять внимание молодым кадрам. То есть воспитанию кадров. Я беру прям со студенческой скамьи студентов, вузов. И обучаем мы их. Сначала я это делала сама лично. Сейчас уже у нас развито наставничество. 57 предприятий мы объехали. И практически из 10 семей 57 говорят о том, что нет кадров. Но никто не знает, какие есть конкретные механизмы и решения. В зале торгово-промышленной палаты, руководители предприятий, представители министерств и ведомств. Все в один голос говорят, проблема с кадрами основная для промышленности. Только за последний год в Татарстане количество соискателей на одну вакансию уменьшилось в два раза. На одно место в рабочих специальностях претендует не больше трех человек. Тогда как, к примеру, в сфере развлечений и масс-медиа, конкурс 14 кандидатов на вакансию. По словам руководителя сервиса по найму персонала, виноваты и демографический кризис, и отъезд трудовых мигрантов, отток талантов за рубеж, а также частичная мобилизация и ковид. Наверное, 22-й год отмечу, что большое количество предприятий пересмотрели свой подход относительно, так скажем, позиции рабочего персонала, женщины или мужчины. Поэтому в этом плане мы видели, какое большое количество запросов было на позиции производственных мощностей именно женщин. Люди с инвалидностью удаленка генерируют больший отклик. Как отметили, особенно острый вопрос стоит в районах с бурно развивающейся промышленностью. Работать на открывающихся предприятиях буквально некому. В Менделеевске с развитым промышленным кластером нехватка почти в тысячу человек. Одно из основных действий, чтобы мы этот вопрос минимизировали, это, конечно, строительство аренного жилья. Потому что без жилья мы не сможем привезти сюда кадры. А у нас предприятия достаточно все успешные, активные. И вопрос, ну то есть люди готовы к нам приезжать из других регионов России и СНГ, но нужно создать условия для того, чтобы они сюда приехали. Кадровый вопрос остро стоит и в других регионах. В Нижегородской области несколько лет активно применяется механизм аутстаффинга. Проще говоря, заказчик может нанять в аренду чужих работников. Будучи оформленным на одном предприятии, специалисты внештатно работают на другом. Для этого есть две причины. Это, с одной стороны, нехватка кадров на самом предприятии, в том числе на выделенных специалистов, которые могут участвовать в подборе. И вторая история, конечно, это проблема с жильем. История механизма аутстаффинга, в данном случае, когда аутстаффин берет на себя историю транспортной доставки, историю размещения. И историю, когда он, по сути, фонд оплаты труда берет на себя, безусловно, механизм для организации удобных. Для решения кадрового дефицита в промышленности участники предложили создать региональную программу с учетом лучших мировых практик. Руководитель агентства инвестиционного развития привела в пример Катар, где самый низкий уровень безработицы – 1,1%. Квалифицированные кадры – один из важнейших факторов развития экономики. Решение данной задачи должно быть системным. Об этом накануне в послании к госсовету говорил Рустам Мениханов. По словам Раиса Республики, начинать работу необходимо со школьной скамьи. На протяжении последних лет наблюдается тревожный тренд – уменьшение численности школьников, выбирающих ЕГЭ, по естественно-научным направлениям, по профильной математике, физике, химии. Важно переломить эту тенденцию. Для этого нужна грамотная профориентационная работа, предпрофильное и профильное обучение с участием предприятия. Как отметил Рустам Мениханов, все ключевые приоритеты отражены в принятой программе научно-технического развития республики. Рамиль Галиулин, Наиль Абдулин, ТНВ, Казань.